Здравствуйте! В этом видео я хочу показать вам свой заказ из магазина ткани Казани. Я рада, что вам полюбились такие видео обзоры ткани, и поэтому будем продолжать. Я буду стараться выбирать для вас интересные, необычные материалы, которых вы, возможно, еще не видели, которые чем-то отличаются, имеют какие-то особенности, для того, чтобы вы открывали для себя новые-новые материалы. Магазин ткани Казани находится, как вы, наверное, догадались, в Казани, но делают они доставку по всему миру. Этот магазин я очень люблю и заказываю там уже много лет. Большинство трикотажных изделий, которые я сшила и показала на канале, сшиты как раз из материалов ткани Казани. У них всегда очень классные, качественные ткани, очень красивый профиль в Instagram, обязательно заглядывайте. Они пишут познавательные статьи, для того, чтобы вы лучше разбирались в материалах, и с радостью отвечают на все вопросы. Материалы у них всегда наилучшего качества. Ссылку на магазин, на страницу в Instagram, все это вы найдете внизу, в описании к видео. Заказ пришел вот в таком пакете. В магазине ткани Казани всегда оригинальная упаковка. Также они всегда кладут какие-то приятные мелочи, подарки. Здесь две киперные ленты, большой длины и просто идеальной ширины. Ширина 1 см, и это самый лучший вариант для того, чтобы обрабатывать горловину в трикотажных изделиях, например, в футболках, свитшотах, вон сливах. Потому что более широкая киперная лента не ложится аккуратно на горловине, а горловина должна быть округлой. А вот с такой тонкой киперной лентой результат получается очень классным. Кстати, чаще в магазинах продаются именно киперные ленты пошире, но такие не подходят. Вот в ткани Казани вы можете найти киперную ленту идеальной ширины. Также они положили наклеечки и образцы. Давайте к образцам мы вернемся чуть позже, а пока покажу то, что заказала я. Я заказала три вида материала. Один хлопок и два трикотажа. Итак, первый лот – это двуслойный муслин. Вы, наверное, все знаете этот материал. Он сейчас на пике популярности, и я думаю, не потеряет ее, потому что материал действительно фантастический. Он мягкий, гигроскопичный, гипоаллергенный, в нем не жарко и не холодно. Все потому, что имеет полностью натуральный состав. Но еще он имеет такую необычную, немного сжатую, слегка помятую фактуру. И это его особенность. Муслин намеренно не разглаживают для того, чтобы сохранить эту рельефность, потому что она создает эффект воздушности, мягкости, невесомости изделия. Я взяла муслин в оттенке молоко. Там был и чисто белый муслин, но я люблю оттенки немного посложнее, поинтереснее. Поэтому взяла именно такой. И из этого муслина я хочу сшить костюм двойку, рубашку и брюки. Мне кажется, это идеальная комбинация на лето. Гласуйте в комментариях, пишите свое мнение, свои желания. Хотите ли вы увидеть костюм из муслина? Если да, то я с удовольствием покажу в следующих видео. Кстати, этот муслин двуслойный. Бывает и большее количество слоев. Но вот, к примеру, двуслойный муслин практически не просвечивает. То есть, к примеру, если надеть на тело, особенно с телесным бежевым бельем, то, в принципе, ничего не видно. Если лето, погода жаркая, то двуслойный муслин идеален, потому что он в меру тонкий, в меру плотный. Что можно сшить из муслина? Вообще, вначале он был популярен в качестве детской одежды и детского текстиля. Из него делали пеленки, покрывало, пледы, детские штанишки, рубашки, платья. Потому что натурально, гипоаллергенно, гигроскопично, дышит, но еще и мило смотрится. Сейчас из муслина шьют абсолютно все. Это и полноценная взрослая одежда, и аксессуары. На мой взгляд, муслин прекрасно смотрится и для женской одежды, и для мужской. Если он сминается, то это незаметно, потому что он и так уже рельефный. Но даже если и сминается, это смотрится абсолютно естественно и совершенно не бросается в глаза. Он изначально обладает такой помятостью, что, на мой взгляд, очень эстетично и красиво. Из него можно шить платья, сарафаны, блузы, рубашку и брюки, например, как собираюсь шить я. Майки, шорты, пижамы, домашнюю одежду. Ну и, конечно, домашний текстиль, какие-то интерьерные изделия, детали. Все будет смотреться очень классно. Переходим к следующему материалу. И это трикотажное полотно-кулирка. Я уже много показывала кулирку, много о ней говорила, но эта кулирка отличается особо мягкой поверхностью. Если честно, я раньше такой в магазинах не видела, и когда мне доставили этот материал, я просто не могла перестать его гладить, потому что он супер-супер мягкий. Это кулирка с эффектом велюра. По ощущениям, эта кулирка действительно напоминает велюровое полотно, только очень качественное и мягкое. А мягче и намного приятнее, чем бархат, хотя он и так вроде мягкий. Хочется сказать, что такой же приятный и немного пушистый, как персик, но мне кажется, он даже мягче, чем поверхность персиков, которые у нас продают. Мы с вами уже много говорили в предыдущих видео о качестве трикотажного полотна. Самое высокое качество волокон, из которых производится трикотажное полотно, это компакт пенье. Чуть ниже по качеству идет пенье, но оно тоже очень хорошее. Далее идет кардэ, ну и ниже кардэ я обычно уже не рассматриваю полотна, стараюсь брать как минимум кардэ, лучше, конечно же, компакт пенье. При создании полотен качества компакт пенье используются волокна максимально длинные, и именно поэтому в процессе носки не образуются катышки, то есть материал не пеленгуется. В трикотажных полотнах более низкого качества используются волокна более короткие, а значит они быстрее начинают пеленговаться, но поверхность у них изначально, еще до носки, правило мягкое и немного бархатистое. Я заметила, что чем ниже качество, чем хуже качество трикотажного полотна, тем более мягкое и бархатистое его поверхность становится. Можно обмануться на этот момент, на первое ощущение, и купить такое полотно, но, к сожалению, после одной-двух стирок эта мягкость начнет превращаться в катышки, и полотно уже будет не таким красивым, как в начале. Поэтому настоятельно советую вам не покупать трикотажные полотна низкого качества, а берите, пожалуйста, пенье, либо компакт пенье. Почему я об этом заговорила? Потому что вот у этого трикотажного полотна с эффектом велюра просто восхитительно мягкая поверхность, но при этом качество компакт пенье, то есть это высочайшее качество волокон. Такое полотно не образует катышек, не пеленгуется, оно прекрасно выглядит даже после десятков стирок, после многократных носок, оно будет служить вам долгие-долгие годы и выглядеть как новое. Это кулерка с эффектом велюра в цвете аквамарин. Я взяла такой яркий цвет, что обычно не характерно для меня, и мне кажется, из него будет классно сшить что-то в спортивном стиле, возможно, скомбинировать с другим цветом трикотажа, и сшить, например, свитшот, лонгслив или даже платье в стиле олимпии к 90-х. Мне кажется, очень классно будет смотреться с белым цветом в комбинации. Кстати, ширина у этой кулерки очень-очень большая, это 190 сантиметров. Обычно я максимальную ширину встречала 180 сантиметров. Ну и плотность, на мой взгляд, самая оптимальная для кулерки, это 200 грамм на метр квадратный. Она не просвечивает, она в меру тонкая, в ней суперкомфортно летом, ну и вообще в любой сезон, но главным образом потому, что состав просто идеальный. Здесь 95% хлопка и 5% эластановых волокон. Мне все-таки по ощущениям и по свойствам больше нравится трикотаж, в составе которого есть небольшой процент эластановых волокон, потому что изделия из такого полотна получаются более износостойкими, более прочными, они лучше тянутся, они лучше возвращают свою форму, они вытягиваются локти или колени, ну или другие части, которые вы не хотели бы, чтобы вытягивались. И еще одно полотно, которое я заказала, это трикотаж, а именно футер-двунитка. Этот трикотаж тоже имеет эффект велюра, то есть такое же нежное, шелковистое, бархатистое на ощупь полотно, и оно тоже в качестве компакт-пенье, то есть в высочайшем качестве. Этот футер в цвете орех и его плотность выше, чем кулирки. Плотность футера-двунитки 240 грамм на метр, кулирка была 200 грамм. Цвет просто восхитительный, такой приглашенный, благородный кофейный цвет. Не могу перестать гладить, потому что это просто фантастические ощущения. Я очень советую, вам настоятельно советую приобрести полотно с эффектом велюра, потому что ощущения здесь просто великолепные. Не хочется даже выпускать из рук. Футер-двунитка имеет более плотную текстуру. С изнаночной стороны маленькие аккуратные петли. Не путайте футер-двунитку с трехниточным футером, потому что трехнитка это более теплое, более плотное полотно. А футер-трехнитка прекрасно подходит для худи, для толстовок, для теплых костюмов на холодный период времени. Кстати, в магазине ткани Казани очень много трехниточного футера и двухниточного. Так вот, футер-двунитка, как сейчас у меня в цвете орех, прекрасно подойдет и на платье, и на футболке, если вы любите поплотнее, и на костюмы, лонгсливы, брюки, шорты, на взрослую и на детскую одежду, спортивные костюмы, костюмы для прогулок, для путешествий, кардиганы. Ну вообще абсолютно все можно шить из футера-двунитки. Ширина этого полотна 185 сантиметров и состав мой любимый 95% хлопка и 5% лайкры. Полотно, конечно же, шикарно тянется, прекрасно возвращает свою форму, потому что это трикотаж. Кажется, теперь это мой любимый вид трикотажа с филировым эффектом. Очень хочу, чтобы вы тоже его попробовали, прям очень сильно мне понравился. В других магазинах я такого трикотажа еще не встречала, причем есть и поплотнее футер-двунитка, и потоньше кулирка. Можете выбрать то, что вам ближе. Есть еще и другие оттенки. Ну и давайте пробежимся по образцам, которые мне прислали. Итак, первая кулирка. Тонкая кулирка, очень нежная, в цвете тай-дай. При растяжении немного просвечивает, но по ощущениям очень-очень приятная. Еще одна кулирка в розовом цвете. Кулирка поплотнее, однотонная, красивый, благородный цвет. Здесь уже плотность повыше, наверное, 200 грамм на метр. Точно такая же кулирка в ярком розовом оттенке, в приглушенном голубом. Вот кулирка тоже с эффектом велюра, в голубом оттенке, в бордовом тоже кулирка с эффектом велюра. Кулирка. Это все кулирка с эффектом велюра. Нежнейшая. Теперь футер двунитка. Серый футер двунитка. Тоже футер двунитка. Такой ванильный цвет, очень красивые цвета. Классический черный. И вот ореховый, как у меня, в пике, в таком мятном оттенке. Вы, наверное, знаете, из него шьют, как правило, поло-вельветовый трикотаж. Он, кстати, на 70% состоит из хлопка, поэтому должен быть очень комфортным. Текстура очень необычная. Не просвечивает, достаточно плотная и немного потемнее. Вот вафельное полотно. Кстати, на канале есть видео по пошиву халата. И я шила из вафельного полотна. Он как раз из магазина ткани Казани. Ну и вот футер трехнитка с начесом. Давайте я вам покажу, чем отличается, прямо наглядно, кулирка, футер двухнитка, которую я сегодня тоже показывала в своем заказе, и футер трехнитка. Вот самая первая, это кулирка. Кулирка тоньше по сравнению с футером двухниткой. А вот футер трехнитка еще более толстое, плотное полотно. Я думаю, разница здесь очевидна. И это все материалы, которые я хотела показать вам сегодня. Понравился ли вам обзор, напишите, пожалуйста, в комментариях. А также напишите, какие ткани вы хотели бы увидеть в следующих обзорах. И я найду их в магазинах и расскажу вам подробнее. Ссылки на все материалы, которые я сегодня показывала, я обязательно прикреплю внизу в описании к видео. А также ссылку на магазин. Кстати, если вы смотрели мои предыдущие обзоры, то, наверное, заметили, что я сшила костюм из штапеля, который показывала в предыдущих видео. Я не стала выкладывать видеопроцесс на канал, но сняла сториз. Я сшила в сториз, в инстаграм добавила эти сториз, закрепленные в актуальные. Поэтому, если вам интересно посмотреть, как я сшила этот костюм, то переходите в инстаграм. В целом, получилось очень просто и понятно. Благодарю вас за просмотр. Мы с вами увидимся совсем скоро. Желаю вам хорошего дня.